В БГПУ имени Мифтахидин Накмулой состоялась межрегиональная научно-практическая конференция противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма среди молодёжи. На пленарном заседании с докладами выступили руководители духовных управлений мусульман, представители БГПУ, члены муниципальных антитеррористических комиссий, представители межведомственных комиссий по государственным отношениям, специалисты по работе с молодёжью. Это конференция в нашей республике Башкортостан, которая является примером для взаимоотношения, как живут православные мусульмане и вообще жители нашей страны, и в том числе нашей республики. Мы являемся примером для всего мира. Поэтому вот сегодняшняя конференция и результаты её работы должны всё-таки особенно молодёжи показать этот пример и раскрыть те возможности, которые у нас есть, и которые мы можем привести в качестве примера. На конференции были представлены более 80 докладов из 100 научных статей. Участниками мероприятия стали учёные и практики из разных регионов России и ближнего зарубежья. На конференции особое внимание уделили необходимости укрепления сотрудничества между религиозными структурами Российской Федерации и стран Центрально-Азиатского региона. На сегодняшний день развитие отношений в сфере мусульманского образования является приоритетным. «Исламская академия, много надежд, но это для подготовки элиты. Это очень небольшое количество. У нас сейчас, когда являющие большинство мусульманского духовенства в приходах, преклоннейшего возраста больше половины. И поэтому и в Российском исламском университете, и в Уфе при Центральном духовном управлении, и в Казани, в Российском исламском университете, и в Москве нужно увеличить количество учеников. В ближайшие 5-7 лет подготовить достойные кадры. Это в наших возможностях. Преподавательский состав предостаточен. Для этого и сейчас и помещение есть. Чуточку поддерживать. И тогда мы достигнем того, чтобы в наших общинах было достойно представительство и мусульманского духовенства». Те люди, которые будут получать образование по этим религиозным программам, смогут противостоять распространению этих экстремистских идеологий. «Исламская академия в России и в Академии Булгар-Исламской академии – это один из самых лучших способов мукофаха. И, конечно же, наличие Булгарской исламской академии и других исламских университетов в Российской Федерации как раз будет способствовать главным противостоять образом против распространения этих идей». «Создание Булгарской исламской академии в России – это плод больших усилий, усердий и, в первую очередь, основного инициатора создания этой академии Верховного Муфтии – Шейхуд Ислам Талгат Сафат Аджуддина. Со стороны Российского исламского университета мы намерены направлять наших студентов, выпускников для получения магистрской степени и степени доктора богословских наук в стенах Булгарской исламской академии. Наши программы обучения, программы повышения квалификации и подготовки действующих имамов со всей Российской Федерации осуществляем при действенной поддержке нашего вуз-партнера Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахадина Акулы, вместе с которым мы реализуем государственную программу Министерства образования и науки Российской Федерации по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама». Организаторы конференции отошли от стандартных форм работы. По стипленарной части конференция проходила в формате большого проектного офиса. На панельных сессиях и интерактивных площадках БУГУПУ работали молодые ученые, специалисты муниципальных образований по работе с молодежью, лидеры общественных и религиозных молодежных объединений, научная и вузовская общественность, студенты и преподаватели Российского Исламского Университета Центрального Духовного Управления Мусульман России. Участники конференции сошлись во мнении о важности использования инновационных эффективных форм работы с молодежью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова